В столице 18.00, в эфире Хабар 24 новости, в студии Тимур Сапар. Здравствуйте. Казахстан инициирует создание в нашей стране регионального хаба по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. Об этом Касым Жумар Тукаев заявил на саммите ООН. Он проходит в Нью-Йорке. Все подробности у Динары Абдировой. Динары Абдировой. Процветающего будущего. Текущие глобальные вызовы, усугубляемые геополитическими потрясениями, подрывают наши коллективные усилия. Эти препятствия невозможно преодолеть силами отдельного государства. Только благодаря единству мирового сообщества мы сможем добиться ощутимых результатов. В своем выступлении Касым Жумар Тукаев не раз говорил об укреплении международного сообщества. По мнению главы государства, необходимо безотлагательно предпринимать совместные действия. По его словам, климатические, продовольственные и энергетические кризисы представляют серьезную угрозу устойчивому развитию. В этой связи президент выступил с предложениями. Требуется укрепить принцип единой ООН на региональном уровне для обеспечения лучшей синергии. Поэтому мы инициируем создание в Казахстане регионального хаба ПАЦУР для Центральной Азии и Афганистана. Он обеспечит эффективную координацию проектной деятельности ООН в регионе. А еще президент предложил участникам саммита вдохнуть новую жизнь в международную финансовую архитектуру. По его словам, для достижения цели устойчивого развития финансовая система должна способствовать равенству для всех стран, а не только для избранных больше денег нужно выделять на решение проблем экологии, образования и здравоохранения. Мы должны укреплять международное сотрудничество в области технической поддержки, научных исследований и оценки рисков под эгидой ООН. Цели в области устойчивого развития – это путь к лучшему миру для всех. Мы должны объединиться и умножить наши усилия. Казахстан всегда будет убежденным сторонником сильной и эффективной роли ООН в области устойчивого развития. Для Казахстана достижение цели устойчивого развития – это национальный приоритет. Касымжумар Тукаев отметил, что республика активно инвестирует в устойчивое будущее. 80% госбюджета согласовано с этим. В стране есть всеобщий доступ к бесплатному образованию и здравоохранению, а новый социальный кодекс усилил защиту уязвимых групп населения, подчеркнул глава государства. Динара Абдирова при поддержке телерадиокомплекса президента. Приоритетные направления сотрудничества Казахстана с ООН обсудили Касымжумар Тукаев и генеральный секретарь организации Антонио Гутерриюш. Стороны также поговорили о насущных вызовах современности, приветствуя президента нашей страны. Генсек ООН отметил поступательное развитие двустороннего партнерства. Он подчеркнул, Казахстан является привилегированным партнером организации, а также проводником и защитником мира на глобальном уровне. В свою очередь Касымжумар Тукаев высоко оценил деятельность Антонио Гутерриша на посту генерального секретаря ООН. Он подтвердил готовность и далее поддерживать усилия, направленные на обеспечение мира, стабильности и безопасности. Касымжумар Тукаев Подчеркнул, что это позволит увеличить долю отечественного производства лекарств и медицинской техники до 50% уже к 2025 году. В планах компании производить в нашей стране ультразвуковые аппараты с последующим выпуском компьютерных томографов, антиографов и мамографов. Роб Уолтон рассказал и о создании централизованного национального цифрового архива клинических изображений. Это позволит упростить управление данными о пациентах и, как следствие, снизить стоимость услуг. Здесь, в Нью-Йорке, было подписано рамочное соглашение с ведущей американской компанией General Electric Health Care, которые являются в мире ведущим успешной компанией, которая производит медицинское оборудование. Компания планирует в Астане открыть G-Академию, где будут обучаться не только медицинские работники, но и инженеры. И все эти мероприятия приведут новые технологии в страну. Возможности взаимовыгодного сотрудничества в развитии облачных технологий и строительстве дата-центров обсудил Касум Жумар-Токаев с вице-президентом корпорации Amazon Сьюзен Пойнтер. В ходе беседы глава государства обратил внимание на достижения Казахстана в области электронного правительства, подчеркнув, что для дальнейшего совершенствования цифровой сферы в нашей стране потребуются лучшие в своем классе инфраструктурные решения. Руководство Amazon выразило заинтересованность в укреплении партнерства с перспективой охвата всего Центрально-Азиатского региона. В рамках встречи подписано соглашение между Министерством цифрового развития и аэрокосмической промышленности Казахстана и Amazon Web Services о приобретении облачного решения Outpost и запуске пилотного проекта по его интеграции с платформой Castek. Достигнута договоренность об использовании платформы Amazon Web Services в государственных сервисах и для инсталляции государственных информационных систем. Также было обсуждено вопросы изменения законодательства в части того, чтобы Amazon Web Services пришел туда, в Казахстан, со своими решениями дата-центров. И достигнута договоренность об изменении законодательства, сделать его более гибким и подходящим для облачных технологий. И, конечно же, приход Amazon Web Services как провайдера услуг для всего IT-рынка региона. В Казахстане могут изменить стандарты строительства, поэтому компаниям, занимающимся точечной застройкой, станет сложнее получить государственную поддержку. Об этом заявил профильный министр. По его словам, приоритет получат застройщики, возводящие жилые кварталы с развитой инфраструктурой. Первые результаты казахстанцы смогут увидеть уже в следующем году, заверил Канат Шарлапаев. Точечная застройка – это не проблема только Астаны, это проблема и других городов Казахстана. Мы будем демотивировать застройщиков строить таким образом. И приоритеты будут уже на комплексную застройку. То есть, когда мы будем застраивать комплекс над целыми кварталами, и в этих кварталах мы будем настаивать на создании инфраструктуры шаговой доступности. Это садики, детские сады, школы, коммерческие площади, магазины шаговой доступности. Две недели дал глава Кабмина Акимам и министрам на устранение недоработок перед отопительным сезоном. На заседании в правительстве Алихан Смаилов отметил, что некоторые теплоисточники могут просто не успеть подготовить в срок. Анель Едель-Казе знает подробности. Ежедневный мониторинг процесса ремонтных работ и обеспечение необходимых тепловых мощностей. Премьер-министр отметил, ряд вопросов надо решить в кратчайшие сроки, поскольку в северных и восточных регионах в зависимости от погоды отопительный сезон может начаться раньше срока. Уделить особое внимание Алихан Смаилов поручил реконструкции теплосетей в областях. В ряде из них выполнено всего порядка 70% работ. На ТЭЦ-2 в ТЭЦ-2 ремонт котла номер 4 продлевается до конца октября. На Жасказганской ТЭЦ не завершен плановый ремонт котла номер 4, а на котле номер 9 выполнено только 4% работ. С отставанием ведутся ремонтные работы на энергопредприятиях области Абай, Костанайской, Восточно-Казахстанской и Жамбылской областей. В то же время, с учетом низкой нагрузки в начале отопительного сезона, это не должно повлиять на температурные показатели в домах. Глава Кабмина также подчеркнул, важно решить вопрос поставки угля. На сегодня в регионах годовой план выполнили только на 28%. На отопительный сезон потребуется около 9 миллионов тонн твердого топлива. Из них 7 миллионов – потребность населения. Для исключения оттока социального угля в профильном ведомстве ограничили вывоз автомобильным транспортом. Ведется также работа по наполнению топливных складов. На топливных складах энергоисточников есть 4,9 миллионов тонн угля и 85 тысяч тонн мазута. На всех ТЭЦ запасы топлива накоплены согласно норм, кроме Кукшетал и Ридера. Ситуация улучшилась по сравнению с прошлым месяцем. По подготовке соцобъектов же затянулась работа в столице Абайской и Атраусской областях. В своем докладе министр промышленности и строительства отметил, учебные заведения полностью должны были быть готовы 1 сентября. Но на 42 объектах в 8 регионах работы еще ведутся. По 24 объектам идет капитальный ремонт. На оставшихся не завершены работы по системам отопления. Что касается объектов здравоохранения, готовность составляет 98,9%. По 62 в 9 регионах работы продолжаются. Задержки наблюдаются в Актюбинской, Атраусской и области Абай. Не готовы к осенне-зимнему периоду и около 3000 жилых домов. Низкие темпы в Мангисталской области, Алматы и Шимкенте. А вот в столице же до конца года по плану ведут в эксплуатацию две котельные ТЭЦ-3. Это решит проблему с отоплением в мегаполисе. Анель Едельхазар, Руслан Алеев, Ерман Ахшабаев, Хабар-24. Правительство выделит больше 3,5 миллиардов тенге аграриям Жамбылской области, пострадавшим от засухи. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны. Этим летом сельхозпроизводители региона понесли убытки из-за недостатка воды. В шести районах пострадали посевы 400 крестьянских хозяйств. На площади 9 тысяч гектаров, сообщили в Акимате. В связи с этим в области была объявлена чрезвычайная ситуация природного характера. По поручению главы государства Касам Жамар Тукаева, из резерва правительства будет выделено свыше 3,6 миллиардов тенге. Финансовые средства позволят аграриям восполнить потери и полноценно подготовиться к весенним полевым работам. Из-за проливных дождей уборка урожая может затянуться до середины октября, заявил сегодня на брифинге в Астане глава Минсельхоза Айдарбек Сапара. Фасадки привели к снижению качества зерна, его прорастанию и влажности. К тому же после сушки оно уже непригодно для сева. Меньше прошлогоднего уровня и средняя урожайность с гектара отечественной аграрии собирают 9,5 центнеров. Дополнительные средства будут выделены для субсидирования и возмещения ущерба фермерам. Для сушки собранного зерна потребуется еще 74 тысячи тонн дистоплива. Сейчас принимаются заявки для подпокупки в лизинг зерносушилок. Объем ущерба в регионах выясняют специальные комиссии. Тем не менее, дефицита в муке, хлебе и макаронах на внутреннем рынке не ожидается, заверил министр сельского хозяйства. Прогноз урожая зерновых порядка 16 миллионов тонн. Плюс 3 миллиона переходящих прошлогодних остатков у нас. Итого 19 миллионов тонн. То есть мы внутреннюю потребность обеспечим полностью. Плюс экспортный потенциал немножко снизится. Но свои традиционные рынки тоже мы сохранили. В целом по цене пока тоже много факторов влияет на повышение цен. Поэтому пока мы не видим, в случае чего у нас есть стабилизационный фонд, есть субсидирование хлеба. Специалисты из Туниса научат казахстанских фермеров выращивать оливковые деревья. Об этом накануне договорились министры сельского хозяйства двух стран. По мнению экспертов, оливковые фермы со временем могут стать новым направлением аграрной отрасли Казахстана и открыть возможности для развития бизнеса и туризма. Сотрудничество между странами только укрепляется. В этом году Казахстан впервые экспортировал в Тунис больше 70 тысяч тонн пшеницы. Что касается импорта, то в нашу страну из Туниса привозят в основном финики и фрукты. Жители Центральной Азии уже сейчас сталкиваются с негативными последствиями экологической катастрофы орала, таянием ледников и деградацией земель. Все это может подорвать продовольственную безопасность региона. Такое заявление на саммите в Республике Корея сделал председатель Можилиса Ярлан Кошанов. Он предложил странам обменяться опытом в этом направлении. Участники обсудили и возможности непрерывного экономического сотрудничества. К слову, с Южной Кореей Казахстан готов развивать партнерство в сфере инноваций, зеленых технологий, энергетики и промышленного производства, а также IT и банковского сектора. По итогам саммита стороны приняли совместную декларацию первого совещания спикеров парламентов стран Центральной Азии и Республики Корея. Документ посвящен развитию взаимовыгодных отношений. Президент Касым Жомард Токаев считает, что предстоящее десятилетие станет важнейшим этапом для Центрально-Азиатского региона. Поэтому нам очень важно максимально использовать свои экономические возможности и общий потенциал. Актуальными вопросами нашего сотрудничества должны стать борьба с изменением климата, сохранение окружающей среды и биоразнообразия, эффективное использование и защита водных ресурсов, в том числе трансграничных. Продолжаем выпуск. Выборы Акимов пройдут в четырех районах Кустанайской области. Главу города выберут и в Рудном. Решение принято на очередном заседании областного Маслехата. Уже началась процедура выдвижения кандидатов. Подробнее расскажут мои коллеги. 5 ноября выборы Акимов пройдут в Алтынсаринском, Денисовском, Карабалыкском и Федоровском районах Кустанайской области. Своё право выбрать Акима используют и жители Рудного. Процедура выдвижения кандидатов продлится до 18 часов 10 октября. После этого начнётся агитационная кампания. Конституционным законом о выборах не предусмотрено, что кандидат в Акимы как сельских округов, так и в Акимы городов и районов не образуют избирательные фонды. То есть кандидаты будут проводить свою агитационную работу только на тех средствах, которые выделило государство. В день выборов будут работать 5 территориальных комиссий. Голосование проведут на 194 участках. Своим правом воспользуются больше 130 тысяч жителей области. Львиная доля избирателей числится в Рудном. Моё мнение такое, выборность Акимов, да, Акимов, это только улучшит жизнь, потому что население, да, оно знает лучше. Вообще сама далека от политики. И считаю, что политикой должны заниматься именно те, кто приближен к этому. Простой народ, он знает как бы всё по поверхности. А тот, кто работает в аппарате Акима, тем, наверное, больше виднее. Я думаю, что правильно, что народ выбирает. Всё-таки Аким работает для народа. И народ в праве выбора для себя. Участковые комиссии начнут работать за 20 дней до выборов, сразу после того, как они получат списки избирателей. Артём Грапов, Сергей Трохтенберг, Кустановская область, Хабар, 24. Четырёх районов Акимов выберут в Туркестанской области. Выдвижение кандидатов началось 16 сентября и продлится до 5 октября. Регистрация завершится 10 октября. Кандидатов могут выдвигать политические партии по одному в избирательном округе. Также могут быть самовыдвиженцы. Для этого необходимо набрать не менее процентов подписей в свою поддержку от общего числа избирателей в округе. В населённых пунктах, где пройдут выборы, созданы районные территориальные избирательные комиссии. Они уже приступили к работе. Занимаются подготовкой инфраструктуры избирательных участков. Должны обеспечить их необходимым оборудованием и материалами, чтобы каждый гражданин мог реализовать свои избирательные права. Малые сёла Павлодарской области, граничущие с Российской Федерацией, вновь возрождаются. Здесь ремонтируют дороги, школы и клубы проводят освещение. К примеру, жители Новопокровки в Успенском районе вскоре получат спортивный комплекс стоимостью 90 миллионов тенге. Футбольное поле с беговой дорожкой, стрит-площадки и зоны воркаута. Такого в селе никогда не было. Получается, это у нас будет первое такое спортивное сооружение, где наши местные жители могут заниматься активно спортом. Просто до этого у нас был пристроен спортзал в школе нетиповой, который еще с советских времен буквально там негабаритный, не предназначенный для игровых видов спорта. В этом году, конечно, большие изменения произошли по благоустройству села. Асфальтированы практически все улицы. Жители села очень довольны. Довольны дети. Сейчас стало удобно ходить в школу детям, в общественные места, потому что дороги именно в центре все асфальтированы. В Караганде новый театральный сезон начался с республиканского фестиваля. Творческие коллективы из разных регионов страны будут радовать зрителей разножанровыми постановками. Как проходит театральное событие, расскажет Марина Золотарева. Она с нами на прямой связи. Марина, добрый вечер. Передаю вам слово. Спасибо. Добрый вечер, Тимур. Мы находимся в Казахском драматическом театре имени Сакена Сейфулина. Именно здесь проходит презентация постановок. Фестиваль стартовал с парада театров, а актеры по красной дорожке поднимались на сцену и представляли свои коллективы. Прямо на улице было организовано театрализованное представление. Всего 30 театров страны подали заявки на участие в фестивале, однако экспертная комиссия выбрала только 9 из них. Давайте послушаем, что члены жюри ожидают от фестиваля. На этот фестиваль привозятся спектакли, очень интересные по жанрам, даже по названиям, если судить. Спектакли разные и разных направлений. Самое главное, что театр становится современным. И режиссеры в своих интерпретациях, они показывают, как классические вещи могут быть актуальными. Конечно, мы увидим новые роли и новых актеров. Ожидания у меня большие, и я надеюсь, что они осуществятся. Фестиваль открыла драма «Абай». Ее представили столичные актеры казахского музыкально-драматического театра имени Калибека Куанышбаева. Фестиваль посвящен его 130-летнему юбилею. Калибек Куанышбаев – один из первых основателей казахского профессионального театрального искусства. Республиканский фестиваль театров проходит уже второй раз. Спектакль оценивает компетентное жюри. Оно же определяет победителей. Лучших актеров и режиссеров также отметят наградами. У меня все. Тимур. Спасибо, Марина. О прекрасном говорила с наш корреспондент. Впервые в истории казахстанец Ризабек Айтмухан завоевал золотую медаль на чемпионате мира по вольной борьбе. В финале весовой категории до 92 килограммов 19-летний спортсмен из Алматы одержал победу над Усманом Нурмагомедовым из Азербайджана. Ранее никому из наших вольников не покорялось подобное достижение. К слову, это не единственная награда в копилке сборной. Подробности в материале Алишера Накипова. Предолимпийский чемпионат мира по борьбе в Белграде, пожалуй, навсегда останется в памяти казахстанцев. Столица Сербии уроженцу Алматы Ризабеку Айтмухану покорилась вершина, которую не достигал ни один отечественный борец вольного стиля. Золотая медаль первенства планеты. На пути к исторической награде нашего спортсмена ждали непростые испытания. Стартовав с 1-8 финала, Ризабек сначала одолел венгра Балаша Юхаша, а затем уверенно со счетом 11-0 разобрался с турком Фейзулой Актюрком. В полуфинале Айтмухан не оставил шансов Мириану Майсурадзе, хотя грузин, по мнению экспертов, считался лидером весовой категории до 92 килограммов. В финале 19-летний казахстанец встретился с азербайджанцем Османом Нурмагомедовым. Соперник на протяжении всего боя вел с небольшим преимуществом, однако в концовке наш борец сумел переломить ход противостояния в свою пользу. На последних секундах, применив контрприем, он отбросил азербайджанца за пределы кольца. Как итог 5-2. Это результат 9-летних тренировок. Каждый день мой отец будил меня в 6 утра и занимался со мной. Затем я откачивал свои навыки в спортивной школе. Уверенность в том, что я могу стать обладателем золотой медали, появилась после победы над турком. В финале моя тактика заключалась в том, чтобы как можно сильнее утомить соперника и на последних минутах вырвать нужные очки. До триумфа в Белграде самым весомым достижением 19-летнего спортсмена было серебро домашнего чемпионата Азии. Теперь Резабек Айтмухан нацелился на завоевание медалей на Олимпийских играх. Со слов борца, для этого он специально перейдет весовую категорию до 97 килограммов, входящую в Олимпийскую программу. Это очень важная победа для нас. Конкуренция на чемпионате мира серьезная, ведь здесь разыгрываются олимпийские лицензии. Резабек внимательно слушал все мои наставления и выполнил задачу максимум. Мы счастливы, также в активе нашей сборной есть бронзовая медаль, которую принес Азамат Даулитбеков. С успешными результатами казахстанских спортсменов поздравил Касымжо Мартокаев. Глава государства отметил, что впечатляющие достижения отечественных борцов станут хорошей мотивацией для подрастающего поколения заниматься спортом. Поздравляю борца вольного стиля Резабека Айтмукана с завоеванием золотой медали на чемпионате мира по борьбе в Белграде. Он стал первым казахским чемпионом мира в вольной борьбе. Это историческое достижение. Уверен, что яркая победа Резабека Айтмукана будет способствовать популяризации спорта среди подрастающего поколения. Чемпионат мира по борьбе проходит в Белграде во второй раз подряд. Турнир продлится до 24 сентября. В программе «Первенство планеты» также соревнования по греко-римской и женской борьбе. Алишер Накипов, Хабар, 24. К этой минуте это все новости. Следите за событиями в стране и в мире вместе с нами. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok